здравствуйте друзья снимаю я сейчас себя на iphone 12 pro max на фронтальную камеру раз 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 и в прошлом видео я показывал вам как я ставлю свет на кинопробах здесь я ставлю холодный свет в этом месте теплый и ну и рассказывал почему я это делаю и почему я прижимаю диафрагму от можете посмотреть в этом видео но когда я стал монтировать это дело то я увидел колоссальную разницу в картинке не в пользу айфона хотя iphone максимальном кодеке снимал в 4к ну а вот этим вот аппаратом вот этим аппаратом до g5s я снимал в самом простец ком кодеке и full hd то есть 20 мегабит full hd 1088 бит и мне показалось картинка но намного намного интереснее с фотика и сейчас я решил сделать тест именно для себя без всякого хайпа посмотреть на разницу а что в действительности получается без хайпа если сравнить картинку с g5s с картинкой с айфона 12 pro max вот для себя хотите посмотреть для чистоты эксперимента съемку ведем в том же павильоне на киностудии линфильм а заодно прошу обратить внимание на звук мы будем чередовать его то с панасоника то с айфона самый простой кодек на g5s 20 мегабит 25 кадров в секунду 8 бит на айфоне самая лучшая камера основная фильме про экстрим 4к 10 бит картинку самым простым кодеком с айфон с люмикса и микс и j5s сравниваем с картинкой с самым тяжелым кодеком на айфоне 12 pro max да ладно айфон сделал кинокамеру у айфона понятно больше четкость съемочка в 4к а на панасонике full hd но и цвета побогаче на айфоне такие переходы от желтого такого цвета кожи к розовому красному а у панасоника ну кто просто оттенки красного так то оно так да не совсем давайте посмотрим на цветокоррекцию что я там наворотил это файл айфона ну во первых давайте посмотрим вот у меня во первых есть здесь color board color curves и hue saturation curves color board давайте отключим ее вот видите такая не очень цветная да то есть я проявил яркость в ней ну и давайте глянем как вот здесь у нас экспозиция видите я сделал коррекцию по экспозиции дальше saturation я увеличил насыщенность причем увеличил ее не равномерно видите насыщенность в темных тонах я не трогал я увеличил значительно насыщенность в средних тонах но в ярких тонах я ее довел до такого очень большого значения если мы ее уменьшим то вы картинка кому-то может быть ты покажешься и посимпатичнее но она не будет такой энергичный это все вкусовые такие моменты что я сделал с цветом почти ничего если не считать у двух небольших поправок мастер цвета я уменьшил желтизну присущую айфону минус 7 процентов и хайлайты то есть в яркости я уменьшил сиреневость и это еще не все мне недостаточно было той общей цветовой коррекции я пошел в кривые и смотрите какую тут я сложную кривую нарисовал чуть 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 вроде бы мелочь давайте отключим и посмотрим что на что она повлияла в первую очередь она повлияла на темные тона вот видите сам наш айфон он очень очень поднимает оттенки серого в темноте но мне это не понравилось потому что я не хотел чтобы жилетка моя она каким-то образом тут ну играла какую-то значительную роль поэтому я вот здесь вот видите провалил темные тона вот тут а где-то света я приподнял давайте включим его хоп мне не понравилось еще что что все равно лицо такое пересвечено но слишком ярко но не очень выразительное да и поэтому поэтому я обратите внимание вот в этих вот местах где у нас лицо где примерно 70 процентов яркости я опять провалил относительно остального остальное я видите приподнял тут и вот такую вот кривую я нарисовал но остальные видите я вещи не трогал то есть это у меня опять заняло какое-то время и дальше я еще пошел на одну вкладку не хватило мне этого ребята я пошел на вкладку хью сатурэйшн курс то есть тут очень много разных настроек и вот видите я тут написал хью vs saturation то есть цветовой вектор против против яркости и вот я захотел погасить вот это от вот сиреневенький видите синий сиреневенький цветовой вектор давайте выключим его и посмотрим что он нас поменяется эти выключим и посмотрим что у нас поменяется щелк щелк не видите разницы разница есть потому что мы с вами смотрим на лицо вообще всегда мирила всего человеческое лицо а гашу я сейчас свою сиреневенькую черную куртку потому что куртка у меня черная она какая-то здесь сиреневая вот я ее и погасил iphone 12 pro max 10 бит экстрим кодек самый экстремальный самый мощный фильмик про очень плоский 10-битный здесь full hd что у нас тут full hd стандартная цветопередача и 20 мегабит в секунду то есть самый простецкий кодекс здесь ну а теперь попробуем увеличить попробуем 10-битный записать и тут и там ну что на звук обратили внимание насколько iphone какие-то шумы гасит насколько вот у айфона звук то лучше чем у нашей дорогой кинокамеры встроенной панасоника вот он выделен у нас и смотрим у нас здесь из инструментов только color board других коррекций нет в яркостях у нас немножко поднята экспозиция в светлых тонах и в темных тонах в тенях она убавлена давайте вот посмотрим что было если бы мы ее меня менее менее чуть менее выразительно да вот так мы и добавили а в тенях и тут если бы мы ее оставили да то слишком лезет моя жакетка да не интересно немножко взяли она у нас посажена на ноль и чуть 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 ниже идет вот на процентик следующая позиция сатурейшн немножко убавлена сатурация насыщенность цветовая убавлена на сильнее в тенях дальше в средних тонах она чуть меньше убавлена и оставлено такой как есть в цветах и цвет цвет ну смотрим мастер у нас поправлено два процента теплых и хайлайты уменьшены в теплых тонах на 12 процентов то есть если бы они были у нас на нуле то видите фон у нас такой становится ну сороковых пятидесятых годов то вот такой выцветших фотографий поэтому я его вот так вот сделали убавил теплые тона в хайлайтах и сделал его по энергичнее вот и вся цветокоррекция вот и вся в три действия то есть экспозиция чуть-чуть сатурейшн и уменьшили и немножечко подкорректировали цвет вот и все теперь делаем то же самое но оставим на g5s 150 мегабит 10 дебит 25 кадров в секунду в 4к формате move вот и сравним с 4к с основной камеры на экстремальном кодеке 10-бит нам попробуем сравнить эти изображения на айфоне стоит 10 бит 4к ну и самый экстремальный кодек то есть попробуем сравнить эти изображения вот теперь у нас камера пишет что-то подобное тому для чего она предназначена 10-битный кодек и 150 мегабит в секунду хотя мегабит конечно маловато но что мы видим на картинке после цветокоррекции обоих камер panasonic на мой взгляд выигрывает выигрывает естественностью вот на айфоне я естественности не добился но может быть он многим кажется более выразительным возможно но потому что цвета странноватые она panasonic я добился естественных цветов то есть которыми мы можем дальше работать то есть вот в этих больших уже значениях кинокамера проявляет себя лучше но в общем то намного ли решать уже каждому из нас теперь мы снова вернулись стандартные настройки g5s 8 бит стандартный цветовой профиль 20 мегабит всего кодек и 25 кадров в секунду здесь у нас выпили ставят стандартные настройки apple стандарт 25 кадров в секунду и стандартная цветовая палитра вот это не плоская а такая стандартная неприятные цвета дает нам айфон по сравнению с panasonic а когда оба они работают в стандартных настройках согласитесь да если бы мы посадили на мое место девушку то результат был бы еще более катастрофический ну давайте теперь немножко поправим немного убавим сатурацию и что-то попробуем подрегулировать именно стандартная цветовая палитра стоит ну и вот такое вот сравнение этих двух камер теперь остается только перевернуть камеру и посмотреть как у нас снимает фронтальная камера ну что убрали цветовую насыщенность на айфоне прибавили яркости и достигли такой же точно картинки как и на панасонике с которым ничего не делали на айфоне стоит солнышко то есть дневная цветовая температура на g5s тоже дневная цветовая температура здесь у нас hd и тут на столов уложить 25 кадров в секунду оба в таком стандартном разрешении этот 25 кадров в секунду и этот 25 кадров в секунду 20 мегабит а этот стандартная и плоская компрессия эта картинка на айфоне отнюдь не поражает нас своей красотой обратите внимание какие такие жесткие колючие цветовые градиенты переходы цветовые и яркостные переходы по сравнению с картинкой на панасонике то есть у той и другой камеры 8 бит казалось бы 256 оттенков но тем не менее разница на лицо тоже это плоская компрессия стандартная 8 бит но iphone у нас работает в режиме 4к а вот этот фотоаппарат j5s работает в режиме full hd по прежнему то есть в 4к айфона мы сравним с full hd как видим нюансы есть но можно добиться довольно близких изображений не особо отличимых том или ином случае тогда откуда взялась такая большая разница когда я себя снимал на iphone 12 pro max актеров на камеру panasonic gh5s ответ очевиден он напрашивается сам собой актеров я снимал в тщательно продуманном и подготовленном мною свете я выставлял эти прекрасные линфильмовские светильники два с половиной часа а себя снимал только 15 минут в коротком перерыве друзья мы живем в такое замечательное время когда столько красивых прибамбасов можно использовать в видеосъемке и по сравнению с тем что это было это не стоит практически вообще ничего но друзья самый красивый прибамбас во всей этой съемке это мы сами это наша душа наше отношение к миру я вот тут вам показал несколько кадров из кинопроб и знаете у нас такое отношение а что эти артисты могут что эти режиссеры могут вот не допускайте в себе такое отношение всегда идите на съемку и куда бы то ни было как на чудо я сейчас прикоснусь к чуду я сейчас что-то от этого человека получу вот это вот состояние всегдашнего ученика всегдашнего искателя а новым даст такие вещи которые будут восхищать и трогать других людей вот одна из этих актрис она пробовалась на восьмидесяти с лишним летнюю женщину которая кажется уже как бы немножечко как не в себе и она просто села на стол и она так сыграла как будто ну как будто ангелы рядом с ней вот мне ощущение было как будто ангел рядом с ней и в полутора минутный перерыв я вышел я позвонил своей маме вот что такое искусство вот так оно должно трогать нас вот так оно должно менять наши отношения не просто что-то получить и забыть что-то получить пережить и сделать друзья самого-самого нам с вами доброго если кому-то могу быть полезен всегда обращайтесь если вдруг вы учитесь и не понимаете как можете взять у меня такой небольшой курс ценность его в том чтобы как можно быстрее дойти до цели то есть сделать самому в несколько приемов документальный фильм который будет трогать нас и других людей друзья успеха радости и и самому-самому доброго